мы обсуждаем первую задачу в первой задаче требовалось доказать что предел не равен чему-то и я сейчас записал определение предела дальше поскольку мне нужно доказать что неправда что предел равен минус 5 то я навесил на него отрицание дальше по правилам навешивали отрицание на формула с квантерами я отрицание преобразовала получил вот такую штуку затем я предлагаю нарисовать картинку в которой будет отмечено все что нам нужно а именно я строю график функция предел от которой мы находим вот это вот график игрек равняется x минус 35 седьмых и дальше я отмечаю тем коридорчик которые нам нужны во первых нам нужен коридорчик вот это это ипсилон ипсилон окрестност которая нас интересует про существование которой мы вот в этом отрицание утверждаем и я сказал что поскольку мы знаем что на самом деле предел в точке минус единицы равен минус 5 1 7 силу непрерывности этой функции этим нельзя было пользоваться но смысле нельзя ссылаться на то что функция непрерыв но никто нам не мешает это знание использую для того чтобы написать доказательства которые его формально не требует и я просто говорю что поскольку я знаю что предел будет как раз равен вот этому числу тогда дальше мне нужно подобрать такой ипсилон чтобы как бы чего я хочу я хочу чтобы если у меня значение x находилось бы где-то вблизи вот этой минус единицы чтобы значение y было бы вне вот этого коридорчик который который тут хочу нарисовать и выясняется что в качестве такого коридорчик в общем подходит на самом деле любой который не содержит вот эту точку не содержит настоящий предел в частности поскольку я понимаю что у меня расстояние между вот этой минус пятеркой и вот этой минус 5 1 7 равняется 1 7 я могу взять например половину этого расстояния и взять ипсилон равна 1 14 вот дальше нам нужно придумать способ построения икса по дельте так чтобы с одной стороны x принадлежал вот этой окрестности а с другой стороны его образ бы лежал бы вне вот этого коридорчика это можно делать по-разному есть два способа конкретно для этой задачи есть более простой способ и более сложный способ более сложный способ состоит в том чтобы выбирать этот самый x вот здесь вот справа но заботиться о том чтобы он с одной стороны находился вот в этой дельте окрестности а с другой стороны не заходил бы вот сюда вот у него чтобы образ не захотел бы не заходил вот сюда ну можно вычислить просто можно вычислить просто на самом деле где находится вот эта точка прообраз вот этой границы и требовать чтобы икс был там с одной стороны меньше чем чтобы он с одной стороны лежал вот в этой окрестности а с другой стороны чтобы он был бы меньше чем вот эта самая точка это работающая штука в одном случае можно сделать проще воспользоваться тем что у нас предел двусторонний x может стремиться к минус единицы как право так слева и выбирать x просто левее точки минус 1 тогда он будет проходить тогда у него y будет проходить гарантированно ниже чем минус 5 1 7 и она гарантированно будет лежать вне вот этого коридорчика вот то есть в качестве икса можно взять просто минус 1 минус дельта пополам такую штуку да то есть повесить наш x куда-то вот сюда будет x и тогда можно гарантировать что ну во первых тогда автоматически выполняется вот это условие а а во-вторых что посмотреть на вот это условие но можно просто сказать такую вещь что во первых в этом случае вот эта штука x минус 35 седьмых будет меньше чем минус 1 минус 35 седьмых будет меньше чем минус 5 1 7 и она будет гарантированно меньше 5 поэтому вот этот модуль раскроется со знаком со знаком минус да так что модуль x минус 35 седьмых плюс 5 это на самом деле будет 35 седьмых минус x седьмых минус 5 то есть это просто будет минус x седьмых то есть это будет 1 плюс дельта пополам седьмых это будет больше чем одна седьмая это будет больше чем 1 14 и все доказано что мы в качестве опционала взяли 1 14 вот мы доказали что для так выбранных x действительно неравенство выполняется значит формально еще нужно проверить что это неравенство же выполняется в данном случае просто из вот этой картинки видно что это так вот ну и собственно говоря все на этом эта задача решена я на самом деле когда я задачу придумывал я хотел ее немножко усложнить я хотел выбрать попросить вас доказать отрицание не к вот этому пределу а к одностороннему пределу чтобы нельзя было взять x с вот этой стороны от минус единица нужно было обязательно брать с вот этой стороны но если бы я потребовал бы что x стремится к минус единице справа вот отсюда вот то тогда я могу пользоваться вот этой вот полуокрестностью такая задачка вполне могла бы здесь встретиться и она еще может встретиться там каких-нибудь finally например вот в этом случае пришлось бы действовать очень более аккуратно выбирать там минимум из дельта и и чего-то и там из дельта пополам и вот этой границы в общем короче говоря тут пришлось бы повозиться вот причина по которой я этого не сделал состояла в том что мне было неохота разбираться с тем с какой именно стороны нужно сделать и стремление потому что там условия разные функции всех разные в одном случае это получалось более простая задача в другом случае более сложная и я повенился разбираться как написать код который бы выдавал бы все время задачу одинаковые сложности вот но в следующий раз может быть и не поленусь если вопросы по этой задачи нашим вторая задача второй пункт этой задачи кажется даже проще а может и не проще давайте посмотрим что здесь здесь надо было доказать наоборот что некоторый предел равен тому чему сказано так ну давайте смотреть чего здесь такое написано значит мы хотим доказать что предел вот этой штуки равен нулю то есть что для всякого эпиза он больше 0 существует такое n большого что для всякого и маленького больше большего н большого корень n плюс 3 разделить на минус 6 по модулю меньше эпсилом ну давайте смотреть что здесь можно сделать во-первых можно заметить что если n ну во-первых значит нас интересует достаточно большие значение n в частности можно потребовать чтобы н маленько было больше 6 и тогда эта штука положительно 4 положительно знаменит положительно пусть н больше 6 тогда для всех н больших н значит вот этот модуль просто равняется равняется такой же штуке только без модуля корень n плюс 3 разделить на n минус 6 вот и теперь мы хотим добиться того чтобы эта штука сказать что эта штука меньше чем что можно добиться того чтобы эта штука была меньше чем эпсилом ну что здесь можно сделать на самом деле можно по разному эту задачку решать например можно сказать что давайте мы все это занесем под один корень будет минус 6 в квадрате и теперь нам на самом деле нужно доказать что вот эту штуку под корнем можно сделать достаточно маленькой да давайте я скажу что например я хочу чтобы эта штука была меньше чем эпсилом я поставлю здесь знак вопроса над знаком меньше потому что это утверждение которое хочу доказать а не то что я они то что я знаю ну и давайте смотреть почему это так можно было бы сделать что-нибудь в таком роде например я бы сказал бы такую вещь например можно было бы сказать что n плюс 3 меньше чем 2n 3n больше чем 3 n минус 6 больше чем n пополам 3n больше чем 12 правильно значит здесь я говорю что n плюс 3 меньше чем 2n ну потому что 2n это n плюс n и если n больше 3 то понятно что это неравенство выполняется здесь про n минус 6 я говорю что n минус 6 больше чем n пополам потому что если он больше чем 12 то n пополам ну вроде бы такое вроде бы такие неравенства не должны вызывать вопросов значит можно потребовать потребует например чтобы n большая было больше 12 и тогда можно записать такой что корень из n плюс 3 разделить на минус 6 в квадрате меньше чем корень из 2n разделить на n пополам в квадрате и это равняется значит что у нас получается знаменателя здесь есть одна четвертая значит это получается 2 корни из 2 на корень из единицы на n правильно я посчитал и эту штуку мы хотим сделать меньше эпсилона ну давайте сделаем значит если n больше чем давайте я возведу в квадрат правую левую часть здесь будет 8 единицы на n меньше чем эпсилон в квадрате значит мне нужно чтобы n было больше чем 8 разделить на эпсилон в квадрате значит вот если вот это неравенство выполняется то выполняется вот это неравенство так что можем взять n большого максимум из значит все эти наши ограничения вот такое вот такое и вот такое дают нам 12 давайте даже 13 будет и допустим округлить вверх 8 эпсилон в квадрате и собственно говоря все доказано потому что если n маленькая больше чем вот это н большое то выполняется вот это неравенство вот это неравенство вот это неравенство и вот это неравенство и значит выполняются значит выполняется вот эти вот оценки потому что они связаны с вот этим вот утверждения и стало быть если я добился того чтобы вот эта штука была меньше эпсилона то тогда и наша оцениваемая величина тоже меньше эпсилона и все доказано вот это видимо не не единственный не единственный способ как можно все это оценивать можно было бы скажем здесь раскрыть этот квадрат потом подвечислить ли значительно n потом как-то доказывать что получившуюся штука тоже маленькая в общем тут наверное возможно разные пути но по камеру вот так это делается если вопрос по этой задаче а что значит убрать корень то есть сказать что корень из n плюс 3 разделить на n минус 6 это меньше чем n плюс 3 разделить на n минус 6 при том что n больше 6 да наверное можно было бы но то есть тогда вам нужно было бы как-то обосновать что корень из n меньше n такого типа утверждения но да это наверное правда корня чисел больших единиц меньше чем сами эти числа да это правда да можно было бы даже может быть проще было бы а сейчас стоп нельзя было потому что тогда как вы тогда докажете что эта штука маленькая если вы оцениваете если вы оцениваете корень n плюс 3 там каким-нибудь числом n плюс 3 на то тогда у вас дробь оценивается как n плюс 3 на n минус 6 но эту штуку нельзя сделать маленькой так что непонятно как вы даже хотите действовать как бы n плюс 3 делить на n минус 6 не стремится к нулю она стремится к единице так что убрать то может быть и можно ну то есть сделать соответствующую оценку но кажется она здесь вам не поможет вот еще просто по этой задаче хорошо давайте тогда перейдем к второй задаче тоже нужно было найти предел и и и и и и так значит здесь в отличие от предыдущей задачи можно было пользоваться всем на свете и и давайте смотреть что получается значит предел при настремляющемся к бесконечности единица плюс 7 на 6 n в степени 5 n плюс 8 ну первое что нужно было заметить это что здесь не все так просто значит у нас вот эта вот штука под степенью стремится к а единица а вот эта вот штука стремится к бесконечности поэтому просто там применить арифметику пределов и сказать что а ну вот это вот такое то значение тут не получится а ну один степень и бесконечности это тоже такая неопределенность потому что один в любой степени это единица но любое положительное любое число больше единицы возведенной в большую степень это бесконечность тут непонятно кто кто кого переспорит вот но дальше можно было бы заметить что эта задачка на самом деле формула которая здесь написана она похожа на то что мы рассматривали в частности мы обсуждали всякие вот такие вот пределы например и тут возникает что-то очень похожее и на самом деле вот эта штука она просто сводится к вот этой штуке давайте посмотрим как ну во первых можно избавиться от вот этой вот степени плюс 8 воспользовавшись просто арифметикой пределов давайте вынесу эту восьмую степень в качестве отдельного сумножителя вот и теперь видно что вот это уже какая-то конечная степень и поскольку вот это выражение стремится к единице любая конечная степень этого выражения тоже стремится к единице просто потому что это там теряема предельное произведение что такое восьмая степень это просто вот эту штуку умножить саму на себя 8 раз значит можно раскрыть это как произведение из восьми пределов каждый из которых стремится к единице но произведение восьми единиц это единица поэтому вот эта штука стремится штука стремится к единице по теореме о пределе произведения вот остается разобраться с вот этой вот штукой куда она стремится но дальше можно заметить что тут есть возведение в пятую степень и это возведение в пятую степень можно переставить со знаком предела опять же в предположении что этот предел найдется можно было бы сказать вот так если предел под степенью существует а дальше можно просто заметить что вот этот предел который у меня сейчас написан под степенью вся вот эта вот штука что это на самом деле одна из задач которые мы решали здесь написано ну вот если посмотреть на вот это вот 7 7 шестых 7 6 7 шестых делить на n на это в точности можно вспомнить что это просто е в степени 7 шестых просто потому что по определению не по определению мы доказывали что вот эта вот штука что если здесь стоит рациональное число если вы здесь если вы здесь стоит какое-нибудь число типа а деленное на b то это просто е в степени а деленное на б было такое семинарских задачках вот ну и стало быть это все е в степени 35 шестых и все и мы получили что у нас одни со множеством стремится к единице а другой со множеством стремится к е в степени 35 шестых значит это будет е в степени 35 шестых и задача решена вот если по ней вопросы быстрый вопрос это же то же самое например свести все к тому что 1 плюс 7 делить на 6 n и все в степени 6 n просто сказать что 6 n типа т или что такое иначе передел тоже е это да это это так она и делается ну то есть формально там если если этим пользоваться то фактически вы переходите к подпоследовательности дальше вам нужно сказать какие-то заклинания на тему того что вот вы нашли предел подпоследовательности но если внимательно смотреть на вашу последовательность повозиться с ней это можно увидеть что она возрастает и поэтому и если она имеет если у нее есть какая-то подпоследовательность который имеет предел то и у самой последовательности есть такой же предел. То есть у нас для возрастающих последовательностей можно взять под последовательность, и ничего страшного не произойдет. Но да, можно было, конечно, это сделать. То есть если вы вдруг забыли, как находится вот такой вот предел, который мы сейчас здесь воспользовались, то да, вы могли бы это еще раз передоказать. Как раз мы ровно, таким приемом это и доказывали. Вот. Хорошо, ну что, едем дальше. Можно было разложить на несколько пределов, которые мы знаем. Вот один E, другой E, допустим, это следующий, который остался от оставшихся степен. И для него уже доказать, что вот это вот, ну, 7 шестых, допустим, это M. И все. Вы хотите вытащить какое-то количество целых E-шек из этой степени? Ну да, можно было бы. Ну, я не очень понимаю, чем это вам упрощает в жизни, потому что все равно здесь какая-то степень остается. Не, не упрощает, просто тогда было спокойнее. Ну, я думаю, что можно. Ну, как бы, если ответ правильный, то да, наверное. Ответ похож на правду? Вроде да. Ну, то есть, да, здесь можно было выделить, как бы, целую часть вот в этой дроби и вынести какое-то количество E-шек, если я правильно понял вашу идею. Ну да, я об этом. Так, ну что, едем дальше? Так, найти предел функции. Так. Ну, давайте посмотрим, что здесь получается. Значит, предел при X, стремящемся к минус бесконечности, экспонента от вот такого выражения. 4 в степени X плюс 5 в степени минус X разделить на минус 7 в степени X плюс 6 в степени минус X. Так, ну, давайте смотреть. Значит, X стремится к минус бесконечности, то есть становится дико отрицательным. Давайте посмотрим на вот все вот это вот выражение и поймем, кто здесь, кто среди вот этих слагаемых, ну, понятно, что кто-то из них стремится к нулю, а кто-то из них стремится к бесконечности. И нас сейчас, на самом деле, интересует, ну, у нас сейчас и в числителе, и в знаменателе, есть слагаемые, которые стремятся к бесконечности. И нас интересует, кто стремится к бесконечности быстрее всего. В данном случае быстрее всего стремится к бесконечности вот этот 6 в степени минус X. Давайте мы на него все дело поделим. Значит, я сейчас смотрю только на внутреннюю функцию. Давайте мы поделим все на 6 в степени минус X. Значит, у нас здесь получается такая штука 4 в степени X. Значит, поделить на 6 в степени минус X – это все равно, что умножить на 6 в степени X. Значит, у меня тогда получается здесь 6 в 4,24 в степени X плюс 5 в степени минус X. разделить на… здесь минус остается, остается 42 в степени X плюс 1. Так, я правильно все написал-то? Не ошибся с арифметикой. Теперь смотрите, что у нас происходит. X стремится к минус бесконечности. Значит, все вот эти вот штуки, в которых X входит со знаком плюс, вот чисел, которые больше единицы, они все чудесным образом стремятся к нулю. Потому что, когда вы возводите число больше единицы в дико отрицательную степень, то это все равно, что наоборот, единицу разделить на это число больше единицы, наоборот, в дико большой степени, и это штука, которая будет стремиться к нулю. Единица так и остается единицей, а вот эта штука куда стремится? Ну, бесконечности. Вот у них бесконечности. Смотрите, у вас здесь 5 шестых. 5 шестых меньше единицы. Поэтому, когда вы 5 шестых возводите в степень минус X, наоборот, это у вас X стремится к минус бесконечности, то есть минус X становится дико большим, то есть вы 5 шестых, число меньше единицы, умножаете на себя уйму раз. Оно от этого совсем становится маленьким, то есть стремится к нулю. Вот. Ну, отлично. И к чему все это дело радостно стремится теперь? Ну, к нулю. К нулю. Значит, вот здесь вот можно сослаться на арифметику пределов, теорема о пределе частного. И сумма. Вот. Ну, отлично. Теперь мы знаем, что у нас вот эта внутренняя функция стремится к нулю. Значит, дальше можно воспользоваться непрерывностью внешней функции, непрерывностью экспонента. и сказать, что значит, экспоненты непрерывно всюду. Значит, по теореме о пределе сложной функции верно такое утверждение. Предел при экстремящемся к минус бесконечности экспонента от вот этой штуки равняется экспоненте от предела. Значит, вот это вот в силу непрерывности экспонента здесь должна быть ссылка на это. Потому что далеко не всегда можно переставлять функции и пределы. Вот. Ну, а дальше мы знаем уже, чем этот предел равен. Он равен нулю. Поэтому получается экспонент а нуля, то есть Е. Ответ Е. Здесь не во всех вариантах получался ответ такого вида. В зависимости от того, как тут вот эти вот числа распределялись, здесь можно было получить, кажется, три возможности. Сейчас. Можно просто экспоненты от нуля, это же Е в степени 0. Никакого не единицы, конечно. Единицы, да. Да, можно было получить три ответа. Либо единицу, либо бесконечность, либо норм. Плюс бесконечность. В зависимости от того, куда вот эта вот штука стремилась. Значит, внутренняя функция могла стремиться либо к нулю, либо к плюс бесконечности, либо к минус бесконечности. Все три варианта были возможны. Ну вот в данном варианте получился ответ. Есть ли вопросы по этой задаче? Так, ну что, едем тогда дальше. Четвертая задача. Так, здесь нужно рассмотреть функцию за одной формулой и что-то про нее рассказать. Так, здесь много пунктов. Эта задача длинная, но она не то, чтобы была бы сложной. Тут, по крайней мере, понятно, что делать. Ну вот давайте мы будем это потихоньку делать. Значит, давайте посмотрим, чего у нас за функция такая задана. x квадрат плюс 9x плюс 14 разделить на x минус a. Это штука, в которой какой-то многочлен поделена на какой-то другой многочлен. Ну и в данном случае, как бы, чего у нас может быть. Ну, во-первых, если говорить про область определения, да, то она всегда будет состоять из всех чисел, кроме a. потому что, ну, как бы, потому что это просто отношение двух многочленов. Единственная проблема с областью определения, единственная ситуация, когда мы не можем вычислить значение этой функции, это ровно ситуация, когда знаменатель обнуляется. Во всех остальных точках можно вычислить. И если говорить про непрерывность, то она тоже непрерывна во всех точках, во всем, на все области определения. Непрерывна на r минус a. Ну, там, как отношение непрерывных функций. Соответственно, в точке a может быть разрыв, и надо разобраться с тем, что именно это за разрыв. Но дальше неудачной идеей было бы попытаться сразу писать какие-то формулы, потому что дальше, возможно, разные варианты в зависимости от того, куда эта самая a попадает. Смотрите, если у нас числитель стремится к чему-то не нулевому, а знаменатель стремится к нулю, то тогда у нас там будут полюса, точнее полюс. Значит, вот пункты a и b я сейчас сделал. Давайте сделаем. Сейчас, значит, вот это я сделал пункт a. Теперь я делаю пункт b. Значит, я разобрался с непрерывностью. И теперь я говорю про изучение точек разрыва. Значит, меня интересует предел при x, стремящемся к a. Вот это выражение. x квадрат плюс 9x плюс 14 разделить на x минус a. Ну, хочется сразу написать, что а, ну, знаменатель стремится к нулю, значит, вся дробь стремится к бесконечности. Однако это не так. Потому что вся дробь стремится к бесконечности, если знаменатель стремится к нулю, а числитель не стремится к нулю. Если и числитель, и знаменатель стремятся к нулю, то если числитель и знаменатель стремятся к нулю оба то тогда это неопределенность и нас не разбираться отдельно поэтому нам нужно отдельно рассмотреть случай когда а совпадает с корнями числителя сначала нужно корни числителя найти начну в данном случае чего она здесь будет x плюс x плюс 2 x плюс 7 видимо поэтому корни минус 2 минус 7 значит если они равняются минус 2 и они равняются минус 7 то подает предел равняется бесконечности здесь кажется требовалось явно найти односторонние пределы найти предела слева и справа это сейчас может быть немножко муторно ну давайте посмотрим вот у нас есть корни минус 7 и минус 2 и где-то у нас находится число а давайте рассмотрим случай когда он находится где-то вот здесь левее минус 7 что тогда можно сказать про пределы справа и слева ну давайте просто поставим знаки которые принимают это выражение значит если у меня например собственно говоря вся вот эта вот ось она делится на кусочки перемена знака происходит тот момент когда вы проходите либо через а либо через эти корни так что дальше нам нужно просто посмотрите например если x ужасно большой то все это выражение очевидно положительно поэтому знаки будут расставлены так здесь плюс здесь минус здесь плюс здесь минус это означает что если если а меньше чем минус 7 то предел при x стремящемся к а справа f от x равняется чему плюс бесконечности или минус бесконечности если мы приближаемся к а вот отсюда значит что можно сказать про значение функции если с одной стороны мы знаем что она стремится бесконечности да с другой стороны мы знаем что она на всем этом вот этот рел очки на всем этом интервале она принимает положительные значения значит будет плюс бесконечности а если она стремится слева Это будет, наоборот, минус бесконечности. Это если а меньше, чем минус 7. И на самом деле есть еще один вариант, когда выполняются такие же утверждения. Когда знаки вокруг а расставлены так же, справа плюс и слева минус. Когда такое происходит? Ну, когда больше минус 2. Да, или а больше, чем минус 2. Но, соответственно, если а, наоборот, оказалось от минус 7 до минус 2, тогда знаки расставлены противоположным образом. fx равняется минус бесконечности. Вот, значит, и это мы рассмотрели в случае, когда а не минус 2, не минус 7. Значит, точка разрыва. Значит, что здесь требовалось сказать? Скачок, устранимый разрыв или разрыв второго рода? Разрыв второго рода. На самом деле полюс, но я здесь не просил конкретизировать. Вот, значит, но вот это вот все рассуждение, оно работает только в случае, если а не минус 2 и не минус 7. Если так оказалось, что а равняется, например, минус 2. Если а равняется минус 2. Что-то происходит тогда. Значит, вот у нас предел при x, стремящемся к минус 2. x плюс 2, x плюс 7. Разделить на x плюс 2. Что тогда можно сказать про такой предел? Ну, у нас он просто не определен в точке минус 2. Ну, а это предел справа и слева существует? Значение функции, да, не определено, а предел справа и слева существует. И чему равен? Сейчас, это x минус 5, ой, 5, прости. Да, в одном случае он просто равен 5. Значит, можно посокращать вот эти вот штуки, потому что, когда мы переходим к пределу, мы предполагаем, что x не равняется вот этой штуке. Да, поэтому можно, честно, вот это вот сократить. Останется просто x плюс 7. x плюс 7 непрерывная функция. Про нее мы знаем, как находиться в предел. А вот этим можно было пользоваться? Ведь мы когда-то говорим, у нас x плюс 7, при этом x не равен ns2. Это формальность, но это же можно пользоваться тем, что она непрерывна? Ну, здесь можно, да, здесь можно. Здесь можно было всем чем угодно пользоваться. Ну, как бы мы же про предел говорим. Мы говорим не про значение функции в точке, а мы говорим про предел. Да, то, что вот как бы мы говорим... У нас же для этого тогда должно быть значение в функции в точке. Мы как бы рассматриваем функцию, которая равна x. Я понимаю. Смотрите, у нас два шага. Первый шаг. Мы говорим, что предел вот такой штуки равняется пределу вот такой штуки. После этого мы можем забыть про нашу вот эту вот исходную вещь и сказать, теперь рассмотрим предел вот этой штуки. Предел вот этой штуки находится уже пользуясь непрерывностью. Все, я понял. Или арифметика пределов, чем хотите. Стало быть, предел такой, и он же равен, значит, он совпадает с односторонними пределами. Хорошо, существует, значит, односторонние пределы такие же. И это устранимый разрыв. Ну, потому что можно доопределить пятеркой, и получается. Что вот мы и нашли. Можно доопределить нашу функцию пятеркой в этой точке, и получится непрерывная функция. И случай а равный минус 7 рассматривается точно так же. У нас получается предел при х, стремящемся к минус 7, х плюс 2, х плюс 7, на х плюс 7. Это будет, что нужно сделать? Наоборот, минус 5 получается. Минус 5. И это то же самое, что односторонние пределы. И это то же устранимый разрыв. Все, значит, пункт B мы таким образом разобрали. Значит, A разобрали, B разобрали. Заодно и C разобрали. Дальше. Найти все вертикальные, горизонтальные и наклонные асимптоты. Ну, давайте смотреть асимптоты. Давайте начнем с вертикальных. Какие есть вертикальные асимптоты? Ну, дальше, на самом деле, всю тяжелую работу мы уже сделали, потому что мы уже разобрались со всеми пределами при х, стремящемся к A. Никаких других вертикальных асимптот, кроме как в A, быть не может, потому что во всех остальных точках функции непрерывная, значит, она не стремится к бесконечности. А в точке A вертикальные асимптоты могут быть. А может и не быть. Опять же, зависит от того, куда попало A. Значит, если A оказалось, не совпало с корнем числителя, то тогда в этой точке есть вертикальная асимптота. Если совпало, значит, нет. Сравняется A при A. Не равных минус 2 и минус 7. Иначе нет. Дальше, если посмотреть на эту штуку, если меня интересуют горизонтальные или наклонные асимптоты, если посмотреть на эту штуку, видно, что когда х стремится к бесконечности, у вас в числителе здесь есть х квадрат, в знаменателе только первая степень ха, поэтому, в общем, числитель убегает на бесконечность быстро, быстрее, чем знаменатель, и ни к какому конечному числу это отношение не стремится. Поэтому можно сразу смотреть на наклонные асимптоты. Значит, чтобы посмотреть на наклонные асимптоты, мне нужно посмотреть на такой предел. Значит, мне нужно х минус а и еще дополнительно поделить на х. Всю дробь поделить на х еще дополнительно. Давайте посмотрим, что здесь получается. х квадрат плюс 9х плюс 14 разделить на х квадрат минус ах. Можно поделить числитель и знаменатель на х квадрат. Ну, теперь можно радостно заметить, что все вот эти товарищи стремятся к нулю. И поэтому предел равен единице. Это означает, что если есть наклонная асимптота, то угловой асимптот у нее равен единице. Ну, и давайте теперь посмотрим на смещение. Значит, мне нужно посмотреть, насколько сильно вот эта штука отклоняется от от у равняется х. То есть у нас к равняется единице, поэтому здесь я вычитаю 1 умножить на х. Это единица, это вот эта вот единица. Ну, давайте посмотрим, что здесь получается. Мне нужно привести все к общему знаменателю. х квадрат плюс 9х плюс 14 минус х квадрат плюс ах разделить на х минус а. х квадрата радостно сокращаются. И чего у нас остается? О, как интересно. Остается в числителе 9 плюс а. 9 плюс а умножить на х плюс 14 разделить на х минус а. Предел. Ну, теперь можно поделить на х, числитель и знаменатель. И остается такая штука. Опять же, вот эти вот штуки стремятся к нулю. И, значит, здесь ответ 9 плюс а. Итак, значит, у нас есть наклонные асимптоты. Наклонные асимптоты, которые выглядят так. Так, х, у равняется 9 плюс а плюс х. Похоже на правду? Да. Наклонные асимптоты существуют всегда. Как видите, она уже не зависит от того, чем совпало там а с корнем или не совпало. Вот. Значит, это мы тоже сделали. И последний пункт про ограниченность. Дальше возникает вопрос, правда ли, что если мы нашу функцию f ограничим на какой-то отрезок от а до b, правда ли, что вот эта штука будет ограничена? Ну, правда ли, что для любого отрезка а, b это выполняется? Ну, тут, опять же, простая штука, но нужно разобрать два случая. Если а не совпадает с минус двойкой, минус семеркой, то тогда у нас есть вертикальная асимптота в точке а. И понятно, что никакой ограниченности речи не идет. Мы можем рассмотреть достаточно большой отрезок так, чтобы он бы содержал бы точку а. И после этого сказать, что на этом отрезке наша функция точно не ограничена, потому что она стремится к бесконечности. Если, наоборот, а равняется минус двум или а равняется минус семи, тогда функция доопределяется до непрерывной. И дальше можно сказать вот что, что... Ну, в результате этого доопределения мы меняем значение функции только в одной точке, и это никак не может повлиять на ее ограниченность. Поэтому дальше можно автоматически сказать, что по теореме ограниченности непрерывной функции на отрезке... Наша функция ограничена на любом отрезке от адабы. Вот. И все. Эта задача сделана. Значит, есть ли вопросы по этой задаче? Хорошо. Хорошо. Ну и, наконец, пятая задача. что здесь написано она выглядит немножко страшненько но на самом деле она не такая страшно как кажется значит во первых у нас тут есть такая сложная функция у нас есть внутренняя функция которая по которой мы знаем что она ведет себя так значит это 6 косинусов 5p деленное на x и нас интересует предел при x стремящемся к 0 значит эта штука будет вести себя как-то так вот она будет колебаться от минус 6 до 6 очень-очень-очень много раз так будет вести значит вот это вот это наши 6 косинусов 5p деленное на x а теперь давай смотреть чего здесь написано здесь написано что когда x стремится к нулю вот вся вот эта вот штука имеет предел равный минус 4 то есть что происходит вот у меня сейчас на самом деле значит здесь вот x вот здесь вот y а чем есть функция f от игрек которая как-то устроен и ну а давайте представим себе что вот я здесь построил как-то график этой функции горизонтали y сверху допустим z и вот допустим что эта функция как-то как-то устроен давайте помимо что такое f от вот этого вот страшного зверя когда x будет пробежаться к нулю внутренняя функция будет бешено скакать между минус 6 и 6 то есть это означает что у нас в это значение y будет вот здесь скакать между минус 6 и 6 вот и причем она будет это делать бесконечно много раз по мере того как x приближается к 0 при этом если функция нарисована так как у меня здесь на картинке если и такой график это означает что соответствующее значение функция значение за это она будет скакать соответственно вот так вот и понятно что никого предела в этом случае не будет в каком случае в принципе можно ожидать что предел есть как должен быть устроен график нашей функции f от y так чтобы у нее в принципе мог бы быть предел от вот такой сложной функции которые мне тут написано условия ну константа до единственный вариант который у нас есть это важно уточнять что она должна быть константы от минус 6 до 6 только ну что что мы знаем что это константа на вот этом участке но поскольку нам нужно найти значение именно в точке в данном случае от тройки которая принадлежит этому отрезку но в нам важно нам важно что именно f от тройки мы можем найти но в принципе мы можем сказать да что она обязательно должна быть константы вот что происходит за пределами этого отрезка мы не знаем у нас нет данных задач но единственный шанс для вот этого выражения имеет предел это сделать так чтобы когда x когда y бешено скачет вот поэтому отрезку туда-сюда чтобы со значениями функций не происходило вообще ничего а именно чтобы функция была была бы константой ну и и это все скорее мотивировка аккуратно казалось что можно было бы сделать так значит мы хотим найти f от тройки давайте мы возьмем и отметим возьмем отметим тройку вот здесь мы знаем что у нас есть последовательность значений x при которых внутренняя функция просто принимает значения тройку но это можно по-разному обосновывать можно сказать что можно аккуратно писать какой-нибудь аркосину можно сказать что из соображения непрерывности мы знаем что у нас косинус будет принимать значение то плюс 1 то минус 1 и значит между ними быть принимаем между ними он будет пробегать весь отрезок вот Но в этом месте, если вы понимаете вот эту картинку, то вы уж как-нибудь что-нибудь расскажете разумное по поводу того, почему есть вот такая последовательность. Она есть. Значит, существует последовательность х-н-ных такая, что х-н-ная стремится к нулю, х-н-ные не равняются нулю для всех n. И 6 косинусов 5p делить на х-н-ная равняется 3. Для всех n это верно. Ну, понятно же, на самом деле нам достаточно найти один корень вот этой штуки, а потом х-н-ная можно уменьшать так, чтобы к вот этой вот штуке прибавлялось бы целое число оборотов. Ну, а раз так, тогда дальше мы можем рассмотреть f от 6 косинусов 5p делить на х-н. И эта штука обязана стремиться при n стремящемся к бесконечности к нашему пределу, к минус 4. Так как мы знаем, что просто сама эта функция стремится к минус 4, значит, так как предел по гейна на самом деле. Эквивалентен пределу по каши. Ну, а с другой стороны, значение... С другой стороны, вот эта последовательность – это просто константная последовательность, потому что внутренняя штука, она везде тройка. То есть вот эта последовательность – это просто f от 3, f от тройки. Постоянная последовательность. Ну, если постоянная последовательность стремится к минус 4, то значит, эта последовательность просто состоит из минус 4. И все доказано. Извините, пожалуйста, а когда примерно результаты будут? Ну, вот мы сейчас усиленно проверяем все это. Я думаю, что результаты будут в конце этой недели, в начале следующие, как-то так. Спасибо большое. Вот. Значит, есть ли еще какие-нибудь вопросы? Я планировал уложить разбор в час, но вот в час все-таки не получилось. Но, по крайней мере, за то время, за которое вы должны были это контрольное написать, я все-таки ее успел разобрать. Но у меня было преимущество. Я придумал эти задачи, я знал, как они решаются. Спасибо. 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 Спасибо.